Всем здравствуйте, и мы начинаем бой. У вас прошло полдня, и у меня не прошло ровно ничего. Как вы понимаете, я тут же как бы продолжаю записывать этот эпизод. А что ж, у нас есть... Тут, кстати, вот это, гибельный разлом. О, интересно, что ли. Но, мне кажется, щит закона... Отличная тема, защитим всех. Ой. Ха, конус холода на нас кидает. Хэ, лошпит. А давайте, наверное, посмотрим, кто у нас во врагах. Вот эти двое пока не участвуют. А Минотавр колдун, сволочь. А вот этот тоже колдун, тоже сволочь. Хорошо, наверное, сначала стоит разделаться с помощничками. Ох, как хорошо. Ох, как сладко. Как сладко вообще пришлось-то. Ладно, Бон, ты пойдешь на суицидальную миссию? Ну, против колдуна надо идти. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, и сила, которая вообще никого не боится, такая Муэй Локу, побежала вперед. А дальше Нэнио. Как показала практика, круче всего все-таки работает вот эта вот хрень. Иллюзорное разложение. Ага. Там, кажется, удалось преодолеть, но он спас Бросса. Ладно. И наш, в общем-то, предводитель. Давайте выпьем за Кайдена Калина. Во. Во славе им же Кайдена Калина и их и в Замиру попробуем ударить. Ну, не очень это у нас получилось. Но ее час тоже настанет. А затошки ребятушки. Ой. Ой. А затошки ребятушки. Они хотя бы потанковали. Потому что сили только что за раз влетело 200 урона. А я вот думал, может быть, тогда Вольжев вам все равно. Он сейчас нанесет только один удар. А лучше его, наверное, обезопасить чуть-чуть. И кинуть ему вот эту вот невидимость высшую. Дера. Дера. Я не знаю, что ты можешь сделать. Он может, кстати, подойти вот сюда. А можем исцеление тяжелых ранений массовое. Но просто, чтобы что-то хоть немножко досталось силушке. Уф. Уф. А. Хорошо, что мы с вами оббафались, да? А если мы включим стрельбу вблизи, в этих двоих мы стрелять не можем. Ну, тогда жалко, что Лан не успел раньше. Да, что эта дрянь успел таки поколдовать. Бонг, сбивай. Ха-ха-ха. Давай, Бонг. Эх. Бонг не совсем Бонг. А, хорошо. Давай-ка мы с вами этой дряни упажем вот так вот. А жестокий удар. Физический. Обычная атака больше урона, чем обычная. Но нет. Мне кажется, пять обычных атак будут куда интереснее. Кипзомира слегка задета. А-а-а. Такс. Подружка. Какие у нас варианты? А давайте посмотрим, что вообще на ней из усилений. Четверы, понятно, на ней много усилений. Посему предлагаю начать нашу песню про то, что, типа, извини, но магию надо рассеять. Кстати, надо бы побольше этих рассеиваний нам. Смогла? Не смогла. Ну, ладно, чуть-чуть подойдем. Потому что хипзомер пока никак нам не показало, что она, ну, что-то вообще будет юзать серьезно. Ёк-махарек, 688 хп. А, ну, хотя и у нас урон подрос тем временем. Да. У нас урон тем временем тоже подрос. Я так думаю, что как только Вольжев дойдет до того, что эту дрянь бить... Отлично. Оп. А, бонг. Ой. Ой. Слово о Вольжеве. Вот его шанс нанести свои 10 ударов. сестричка просто отсоси выкуси спасайся кто может бежим nexus спрячемся в лошади от этого жуткого галларионса блин сложнее чем с кристаллами драки ты ответишь за это мой отец поквитается с тобой за твою дерзость все приводи своего батю сюда узрите мочь узрите величие трепещите перед бафоветом покорай их владыка этого дерзкого смертного непокорного ангела он отказывается склониться перед тобой она ангел забредший в бездну и потерявшийся вдали от своих небес я слышал о тебе моя дочь не смогла сломить твое сердце поэтому я вырву его своей рукой ну и голос у него но госпожа моя медаль услышь мои последние слова командор крестового похода на деле создания богопротив на рилу варлеж ты получил силы искрой павших лордов демонов надежды больше нет ни для кого из нас урод я пришел за тобой ты чё вот за это я не люблю как это луфл ступит вот похоже ты переусердствовала дочь моя твои пытки все же свели этого ангела с ума луфл ступит вот вот никому не нравится такое кто кроме таких жилов пуске такая скорая расправа но я еще не сыграл с этим ангелом во все игры которые хотел я так чувствовал мы дланищу или свою мощь владыка пусть враги наши трепещут в ужасе теперь твоя очередь ничтожество ты разочаровала меня как посмела ты вызвать меня сюда как посмела воспользоваться запретным знанием думаешь явился чтобы спасти тебя явился чтобы кара ой сломенный взгляд владыки чудовищ вливается у вас словно раскаленный нож пристально изучив вас демон разражается зычным с глумлимым смехом меня призвали чтобы всего лишь предать смерти это существо смертного преданного сосланную в бездну голфред поражающий свою славу ревниво словно львица того кто гордо носит нож воткнут его у спину полающие глаза бафомета сужаются голосе возникают нотки любопытства или же ты все-таки тяготишься предательством совершенным против тебя и ты везся сюда в поисках нового господина что поможет тебе отомстить как все-таки славно что дедуля и гефельс не удался внешностью в своего родителя мало мне рогов и хвоста щеголел бы еще и козлиной физиономией шумно втянув воздух вафомет принюхивается обращает взгляд на вольжер ребят ссори я не могу я вернусь назад вольжер как же просто он один на один ну единственное что кто-то стояла рядом чтобы у него был хитрый удар но он один на один прибил ногти кулу а ой не ногти кулы а это ну вы поняли я уже забыл ее имя как это круто я чую среди вас свою кровь любопытно я не ведал что гефельс успел продолжить свой род прежде чем погиб выходит его потомок иди сюда я рассмотрю тебя получше оценю если в кровь тебе не разбавилась слишком сильно может я дару тебе жизнь и позволю стать моим слугой после того как ты собственную дочурку на моих глазах затоптал спасибо дорогой предок но я предпочту поддерживать нашу родственную связь на расстоянии думаю писем с поздравлением в честь дня рождения мне вполне хоть куда-то отправил до наследницы почему его судьба волнует тебя он просто надсмотрщик которого небеса отправили приглядывать за тобой следить чтобы ты не забывал о данной тебе миссии и уничтожить тебя если ты собьешься с пути не думай о нем ведь он просто пешка которой амидай был не жаль пожертвовать глупый ангел думал что ему забудут как он оставил рогаселя и примкнул к амидай но на небесах не принято доверять изменникам расправился собственной дочерью у меня много рабов и много отпрысков когда один из них меня разочаровывает я просто избавляюсь от него в моих глазах вашей жизни столь коротки что для меня вы все уже мертвы однодневки у меня тоже есть вопрос касающийся ваших отпрысков скажите лорд бафомет как там вышло с генетической точки зрения что вы имеете голову козла и при этом являетесь прародителем минотавра судьбы ков а вы спариваетесь снег и коровы чьи гены доминируют над вашими пару мгновений бафомет молчит убивать тебя мне будет особенно приятно и же колоритные персонажи все-таки я сокрушил твоих слуг справлюсь и с тобой из уст демона раздается коварный смех даже если на секунду притвориться что у тебя есть шанса на победу задумывался ли ты какая награда тебя ждет ты уже превзошел успехи голфри и твоя королева сослала тебя сюда чем же она дарит тебя за смерть лорда демонов соизволит лично перерезать твое горло жаль что мы никогда не узнаем правды ведь одержать верх тебе не суждено ой это что было он всю магию рассеял зашибись а ничего что он всю магию рассеял еще и замедление кинул но замедление мы с контрим ускорением так и быть а что ж настало время испытать полуночный болт да я знаю что секретная концовка для нас с вами закрыта но это не значит что я не хочу 30 выстрелов 2d6 а у нас их четыре раз два три ну что дядя давай посмотрим как оно работает а стрельба вблизи у нас есть хотя полуночный болт не мажет хорошо вот так а у нас все равно только один выстрел тогда чпок на что это почему так больно откуда этот холод в моем сердце так ребята кто не станет но маркан да встал хорошо маркан встал может что нибудь костануть что мы можем костануть погребальную песню вряд ли все остальные песни нам вряд ли помогут нам надо что нибудь такое костануть что поможет всем нам кстати у нас есть же прогулка хамелеона маленький радио жаль невидимость высшая на одного союзника призыв медведя гризли да не так он нам поможет призыв пивного элементаля тоже давайте тогда вот этот рикстерский призыв лучника дикой охоты ну типа он что стоит стреляет жрать не просит о чё ты делает так да ирониссимо давай начнем с того что кинем вольжефу далековат вольжеф да далековат ну тогда чё молебен не блэс вот вот нам просто заново придется сейчас оббафоваться силушка всё ныне давай по ускорению кидай нам поскорее родная поскорее вот и вот замедление ушло ёк макарёк срань господня так так ладно чё он вообще из себя представляет у него куча усилений и 1300 тп так хорошо лан ну ты хоть ускоренный лан не очень ускоренный хорошо если мы включим полуночный болт шесть выстрелов давайте шесть полуночных болтов в него и засадим а он только один раз срабатывает ну я там еще колчан стрел обнаружил так динозаврик тут туруру не встает хорошо так силушку надо лечить каким-то макаром а так у нас есть кстати вот эта штука но она нам не так поможет как полноценное исцеление что еще мы можем зов какофонии нас не спасет все союзники освобождаются от вредоносных эмоциональных эффектов в общем то если у кого-то что-то было ребятки я вас освободил дэрон 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 а мы ускорены все я вот не понимаю нет ускорение с нас как-то сняли вообще было бы здорово разойтись как-нибудь да пошире поэтому дэрон вот сюда так силушка вставай и при на него просто хотя оба во ныне ну что ж ты сдиспейлил наше ускорение один раз но второй раз тебе это не удастся и на него куда-нибудь вот сюда бежит еще может включить невидимость фу фу ай фу ху 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 началось колхозе утра ах хорошо еще разок еще разок с чувством с толком расстановкой лан давай да в общем полоночных болтов в эту дрянь мы насажали столько что он должен представлять из себя уже ежа Так, а Марка Судя по всему, он маг То есть, от того, что мы в ближний бой побежим Ничего плохого не будет Наверное Это мы еще проверим, конечно Дэрон Дэрон почему-то перегружен А что еще мы можем хорошего кинуть? Благословление, удача и решимости Ну, например Бедная Нэннио, а? Силушка Давай вот эту вот обличающую срань И подходи С разбега, может, атаку сможем Нет, атака с разбега уже не вариант Тогда подходи В общем-то, терять нечего Нэннио Мила бегает Можно без инвиза Так как быть А? О, сила сыграла снова Вы чувствуете, как ваши волосы встают дыбом Кровь кипит в венах А огонь в сердце становится столь яростным и жгучим Что, кажется, вот-вот прожжет вашу грудь Крик рвется из груди И, освободившись, становится светом, который окутывает вас Пещера трясется Ваше сияние столь сильно, что она прижимает всех окружающих камням Выдавливает в скалу Сотрясая шагами пещеру, лорд демонов отступает Что это за западня? Кто из моих врагов стоит за тобой, ничтожное насекомое? Такая сила не может взяться из ниоткуда Кажется, какая же ты любопытная букашка Я должен увидеть, что у тебя внутри Что, не ожидал? Боишься меня? И правильно делаешь О! Обретаешь величие смертный А я собираюсь обрести новый трофей Ноктикула Госпожа в тенях Я вновь предлагаю тебе союз Великий союз Я уже говорила тебе раньше и повторю свой ответ Нет Ой Мы победили Бафомета Ну, не без помощи, но все-таки Красиво рядом станцевала А, она его сейчас прикует к этой земле Чтобы от него тоже кристаллы нахендрианской росли Безжизненное тело Бафомета Тяжело рушится на камне Вы замечаете, как огромная капля крови Выкатывается из раны В которую глубоко утоплено черное оперение Выпущенного вами болта Вам кажется, что от этой капли Исходит легкое пурпурное свечение Высоко воздев руку Сжимающее содрогающееся сердце Бафомета Ноктикула властно смотрит на вас Полный триумф и голос Залезает в тишину Давно я не убивала лорда демонов Приятно видеть, как мое искусство Столь же непревзойдено, как и раньше Как ты здесь оказалась Ты, мое милое орудие, отсутствовал слишком долго Целые месяцы от тебя не было вестей И никто на всех полуночных островах не знал, где ты Я незримо наблюдала за тобой Но и от моего ока тебе удалось скрыться Я бы давно слышала тебя погибшим, если бы не Орилу, которая твердила, что ты жив А потом я вновь почувствовала, что ты проливаешь кровь в моих владениях Услышала, как копыта Бафомета ступила на мою землю И я поняла, что, во-первых, вот он шанс досадить козлику А во-вторых, что я сделала на тебе верную ставку Благодарю, что подоспела вовремя, госпожа в тенек Просив на вас снисходительный взгляд, демоница любезно отвечает Что ты? Это ты у нас герой? Я лишь нанесла финальный штрих на картину, созданную тобой Почему ты решила напасть на Бафомета? Ты ведь не хотела войны Ноктикула довольно прищуривается Мне не нужна была тяжелая изматывающая война, в которую Бафомет вступил бы в полных силах Но вот необременительная и победоносная резня — совсем другое дело И теперь все готово, чтобы начать ее Бафомет напуган и не высунется в ближайший год из своей обители Ведь если в этот срок он погибнет вновь, то его смерть будет окончательной Это дает мне подавляющее преимущество Воспоминания о поцелуях моих черных болтов остудит его пыл Черные болты По грядущей схватке сойдутся две армии демонов И заодно из них будет идти ее госпожа во всей своей силе А вот другая будет обезглавлена Лишина поддержки своего владыка За год я успею подорвать силы Бафомета, лишить его войска союзник Когда он почувствует себя неуязвимом, будет слишком поздно И вместо того, чтобы сокрушать моих слуков и уничтожать мои острова Он вынужден будет торговаться за свою жизнь Как видишь, эту войну я выиграла раньше, чем она началась и все благодаря тебе бафомет погиб и теперь станет островом в твоих владениях нет всякий лорд демонов будучи убитым переносится в свои владения бездны где воплощается невредимым на протяжении года после этого он становится уязвим и если его вновь сразят у тянет в ущелье покоя навечно или он станет островом моих владениях если убью его я потому ближайший год никто не ничто не заставит бафомета покинуть свой лабиринт ты сказала что меня не было несколько месяцев но мое странство было гораздо короче возможно тебе так показалось но веришь или нет в лошадь и уже успели позабыть взбалмошного галларионса поставивший город на уши возможно ты угодил в какую-то временную аномалию которые порой встречаются в бездне или нету аномалию для тебя кто-то организовал таком случае тебе повезло что ты вырвался из нее так быстро не спустя многие века моя сила возросла ногтикула пошлите накивает конечно как и было задумано твоя схватка с лордом демонов потребовала от тебя не столько сил что ты неосознанно потянулся к скрытой мощи заложенной в тебя рилу в орлеше зачерпнул ее довольно говорить о свершившем поговорим о грядущем всякому лорду демонов нужно подобающее оружие бафомет избрал таковым хебзамиру я тебя я рада что мой клинок оказался прочнее не только меча но и худосочной шеи моего врага ты совершил подвиг и я владычица полуночных островов чту и прославляю тебя твой удар начал великую войну между нактикула и бафометом и да будет моя награда подобающий твоим деяниям твоя королева одарит тебя за подвиг но не ей тягаться в щедрости с госпожой в тенях прими мой нечестивый дар и память о моменте своего триумфа моменте когда нактикула выразила тебе свои благодарность и уважение что такое нечестивый дар всякая суккуба может одарить того кто ей угоден своим темным покровительством помимо того что моя магия войдет тебе усилит твои без того выдающиеся способности она позволит мне наблюдать за тобой если ты окажешься в смертельной опасности помочь тебе это не значит что я стану твоим демоном-хранителем но на некоторую помощь ты сможешь рассчитывать кроме того у нечестивого дара есть еще одна черта он позволяет суккубе влиять на разум того кто находится под ее покровительством ты продемонстрировал свое доверие я не буду злоупотреблять им торгайство и мысли но вот другие не будут столь любезно с тобой если какая-нибудь могущественная демоница очарует тебя своей магией наградить тебя своим нечестивым даром ты станешь игрушкой смертный может иметь покровительство лишь одной суккубой я предпочитаю наделить тебя своим чтобы не дать твоим врагам шанса навредить тебе в мой разум мне не нужен твой подарок улыбка ногтикулы становится холодной и безжалостной словно лезвие топора палача ты отвергаешь мой дар отказываешься от моего расположения что же будь по-твоему мое покровительство не распространиться на твою скромную персону пурпурная из карка вспыхивает 0 у ног госпожи в тенях там куда копнуло кровь бафомита пролитое гуще не ваши чёрным болтов пущены вами черным болтов ещё раз у нас чего-то странное с русским языком на ваших глазах капли крови сворачивается обретает насыщенный пурпурный цвет вердеет гранями пока наконец оборачивается на хендрианским кристаллом почему кровь бафоми output этот киндрианским кристалл 비сталла ног госпожи в тенях пульсируют пурпурным светом и выглядит точь-в-точь как те кристаллы, что добывали в этих шахтах рабы. Вот только он не знал крепкой хватки скалы, а был сотворен всего несколько мгновений назад и с прулитой бафометом кровью. Жаркая пульсация пробивает вас. Вы чувствуете, как одежда на груди становится мокрой, открывшаяся рана щедро источает кровь. Доктикула пронзает вас пристальным, испытывающим взглядом. Бессмысленно скрывать то, что уже стало очевидно. Во всем виноват мой болт, которым ты поразил бафомета. Я продолжаю тихо хихикать по-глупому с этих слов. Этот болт принадлежал мне так долго, что впитал оттиск моей силы смертоносной словно яд. Я королева суккуб, владычица страстей и тайных желаний. Я научилась обращать свой дар вспять. Мои удары способны убивать страсть, подавлять желания и сильные чувства, заменять их апатией и смертной тоской. Дух оказывается скован, лишен сил, пассивен и холоден, словно камень. Он уже не имеет силы, чтобы отправиться в ущелье покоя или, скажем, на сутфоразмы, или в иные места, куда должен был бы отлететь. Он обращается в твердь. Прислушиваемся к ощущениям враней, зияющей в нашей груди. Вы погружаетесь мыслей, и на мгновение ваше внимание оказывается полностью приковано к камням у ног госпожи в тенях. Блики света на кристаллах играют странно и притягательно, точно так же, как они играют на каплях крови, сочащихся из раны на вашей груди. Указываем на кристалл у ног госпожи в тенях. Разве кристаллы возникают из крови лордов демонов, что еще живы? Обычно нет. Но здесь потрудилась Арила Варлеш. Она узнала о моих силах и была заинтригована ими. Мы заключили сделку. Я позволил ей взять несколько болтов и изучить крохи моего могущества. Отпечатавшиеся на них, она пообещала найти способ, как сделать их еще более смертоносными. Ее заклинания должны были заставить болты бить без промаха. Ту цель, что я желаю поразить. И определенно она добилась успеха. Я видела, как мои болты, зачарованные ею, летели во все стороны, словно стая испуганных птиц, но неизменно поражались. Теперь я знаю, что получила от этой сделки Арилу. Она взяла те крупицы моей смертоносной силы, что остались на болтах, изменила и усилила их. Теперь не нужно умевать лорда демонов, достаточно пролить его кровь, и то обратиться в нахендрианский кристалл. Свежий, выполняющийся силой. Я восхищаюсь проницательностью и траумием госпожи Варлеш, но клянусь, она пожалеет, что утаила от меня свои планы. Тянемся к кристаллу, в который обратилась кровь дофамента. Актикула даже не пытается замаскировать угрозу, сквозящую в ее словах. Это то, чего тебе не нужно касаться, и о чем не нужно даже думать. Это нахендрианский кристалл, рожденный из крови лорда демонов и переполненный кипящей силой. Этот кристалл был рожден ударом моего полуночного болта, а потому он принадлежит мне. Отступись. Берем мерцающий кристалл. Ты уж извини, подруга, но нет. Актикула пожимает плечами, а голос ее смягчается. Ты решил проявить упрямство. Что же, это хорошая черта. Она пригодится тебе в исполнении той миссии, которую я на тебя возложила. Поэтому забирай эту мелочь, я не желаю ссориться с тобой из-за нее. Что помешает Бафомету прислать сюда новых рабов и возобновить добычу кристаллов? Улыбка на Актикулы холодная и смертоносно будто клинок Асаси. Поэтому помешаю я. Слуги Бафомета побоятся соваться в место, где убили их господина. А всякий, кто попытается добывать мои кристаллы, сполна вкусит моего гнева. Ты исполнил миссию, с которой прибыл крестоносец Галлариона. Добыча нахендрианских кристаллов прекращена, и Бафомета Дискари больше не получит ни одного мифического демона. Я пошлю своих слуг, чтобы уничтожить сеть ходов, которые они прогрызли в моих островах. Я уничтожу все их порталы, подобные тому, который в свое время привел тебя в Алушиниру. Ты обещала помочь закрыть мировую язву, если я убью Хибзамиру. Завоевание — вот твой следующий шаг. Закрыть мировую язву можно лишь в том месте, где она была открыта. В крепости, именуемый Рубеж. Возвращайся на Галларион. Собери войско и обрушь на врагов всю свою мощь. Бафомет со всей возможной спешкой отзовет столько солдат, сколько сможет, чтобы отразить твой удар. Тебе останется разделаться лишь со слугами Дискари. Когда ты пробьешься к рубежу и встанешь на краю пропасти, связывающей твой план и бездну, мы исполним задуманное. Что происходит на Галларионе? Кролева Голфри проявила себя не столь талантливым стратегом, как ты. Твое отсутствие предоставило ей достаточно времени, чтобы допустить ошибки, которые поставили крестоносцев Мендива на грани уничтожения. Она — опытный воин и полководец, но этого недостаточно, чтобы справиться с мировой язвой, и никогда не было достаточно. Похоже, именно ты — Томера, что заставляла чашу весов клониться к победе Мендива. Впрочем, скоро ты сам все узнаешь. Не буду портить тебе сюрприз. Обожаю сюрпризы. Как мне вернуться домой? Тоже дорогой, что и пришел через Нексус. Разрыв, который привел тебя в бездну открыт. Кролева, конечно, постаралась закрыть все лазейки из полуночного капища, но я дам тебе подсказку. Она закрыла не все. Поищи и найдешь. У меня еще остались дела на калифере. Как пожелаешь. Надеюсь лишь, что, когда ты вернешься домой, будет еще не слишком поздно спасать твой план. Теперь пора возвращаться на свой план. Тем более, что там ты сейчас нужен как никогда. В голосе Ноктикулы возникают зловещие нотки темного пророка, что разносят дурные вести и мрачные обещания. А мне пора заняться своими делами. Уф. Так, ныне он. Ныне, ныне он. Слушайте, ну у нас должно быть снятие проклятия. Я вот практически уверен, что я в какой-то момент такой не ну. Снятие проклятия, оно нам нужно. И, возможно, в итоге как бы в новом билде я его не взял, да? А, снятие проклятие, все. Ныне он, не будь псиной. А? Ныне он, не будь псиной. Ныне он, не будь псиной. Так, хороша, а ныне он может? Она не может трансформироваться в этом состоянии, естественно. Ныне он, ты задолбал, ну не будь ты псиной, а? Фух, на него больше не псиной. А, хорошо. Почему-то Дейрон перегружен. А что у него? А у него бессилие потому что. Ра, плохо. Ну, то есть, нехорошо. Но зато, можем что-то полутать, что-то посмотреть. А, к сожалению, Бонг лежит без сознанки, и кажется, он труп. Но, к счастью, опять же, мы можем трупов возрождать в состоянии, ну, хотя бы какого-то... Э, бонг? О, Бонг ожил. Кстати, у Бонга левелап, но, опять же, я им займусь потом. Надо билд посмотреть. Адамантиновые оковы зачарованы, чтобы блокировать способности к телепортации и экстрапланарным перемещениям. О, а тут еще какие-то ништячки. А там, смотрите, снизу. О, тут еще проход есть. И сундук. И ништячки, опять же. Так, Вольжев, с твоей легкой руки. А что у нас все еле ходят? А, тоже бессилие. Хорошо. Но при этом есть мистические уровни. Давайте посмотрим. А здесь у нас... Вдохновляющий доспехах и магнит. Магическая аннуляция. Ну, Мощь ваша с каждым ходом, при условии, что вы совершили, по крайней мере, одну атаку, получать накапливающий бонус плюс два. Обильное сокрушение. О, превосходный призыв. Принудительная бодрость. Нанося урон союзнику. Да я как-то не особо. Вы получаете способность телепортироваться к этому соклинанию. У-у, прикольно. Сама брутальность? Нет. Техийный шквал. Ну. Короче, что-то... Неудержимость. А-а-а. Ну, так себе. Ведущая атака. Оставляйте на ней метку. Но 1D6 как-то мало. Вот честно, мало. Вкрыть уязвимость. Из дистанционного оружия. Да, ну, 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 нет, нет, нет. Ну, что ж. Магическая аннуляция. Да, наверное. Нет? Я не знаю. Мифическая атака с разбега тоже неплохо. Ладно, вот это накапливающийся бонус к урону. У нее все-таки, ну, урон довольно-таки неплохой. А у нас с вами что? А у нас с вами новый Трикстер Джан. Новый Трикстер Джан, он любит хорошие шутки. Так, мифический зверь нет. Превосходство стихии, пространство воздаяния. Да черт знает. Естественные атаки у нас их особо много нет. Но они, в принципе, могут быть. А обильные чары? Хорошо. Долговременные заклинания, кстати. Интересная тема. Потому что вот это все, конечно, так. Ну, ну вот это, кстати, тоже нормально. Хотя давайте все-таки нам возьмем долговременные заклинания. А что ж, убеждения. Убеждения, атлетика, знания природы. Получайно зелье или свитка, достаточно количественной еды. Ладно. Так, 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 так. Теперь вы знаете, что весь мир это всего лишь игра. И знание это в итоге вам на пользу. Потому что вы хорошо умеете играть и менять правила игры под себя. Вы, члены вашего отряда, можете теперь игнорировать требования черт при повышении уровня. Обалдеть. Но знание магия. Каждый обнаруженный вашим предмет получает случайный дополнительный высший эффект. Надо было это брать до того, как мы лутали. Вот ведь. Зеркальное отражение я возьму. А здесь... Ммм, замедление. Нормально, кстати. Все враги, да. А здесь убийственный радужный узор. У нас все это какой-то... Блин. Ладно, убийственный фантазм, допустим. О, очарование. Туман безволия. Угу. Угу. У нас с вами очарование-то как бы такое хорошее. Хотя слабоумие поинтереснее. Вот так. Да. Продолжаем трик старствовать. А, Вольжев. Что у тебя? Скрыть увеземость нет. А у него, кстати, вот этот вот напор тоже, наверное, обалденно будет. А, да. Да. Представляете, он как бы с одного просто, с десяти ударов уже полный набор наберет. Чувак сатаной будет. Ладно. А что у тебя? Изобилие цида нафиг? А у него такая же штука есть, кстати? А, тоже, да, давайте. Отвлекающие выстрелы, это, конечно, хорошо. Заставить врага забыть от угрозы в ближнем бою. Ну, не знаю. Ну, да, но вот это вот мне нравится. Хотя, чем больше шкаф, тоже классная тема, но еще успеем, я так думаю. Ты, друг. Тебя, друг, мы на потом оставим. Ну, в смысле, на следующий эпизод. И, допустим, доспех архимага, кстати. Обалденно. Хотя у нее, у нее, у нее, где там это? Дополнительно у нее есть. Всегда есть шанс грохотить удар, но все это как бы, все это здорово. Но мощь теней, здорово тоже. Ну, призывом она не занимается, просто вот чем дело. Мощь теней? Не знаю. Боевая медитация? Безграничная ярость? Нет. Ну ладно, доспех архимага. Дополнительный армар класс? Пусть будет. А вот этими двумя ребятами мы займемся уже в следующем эпизоде. А на этом давайте-ка я этот эпизод, наверное, закончу. И продолжим мы с вами, как я и сказал, в следующий раз. Всему спасибо Миша Лебедеву, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу, Дахармсу Просто, Эду Антону Цару Глебу, Сахару Юджину Волину, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Баррату Мадзадаре, Кравчуку Вайт Рэббиту, Рокки Бальбоя, Кириллу Алёхину и Илоне за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну и до встречи в следующем эпизоде, как я и сказал. У меня на этом всё. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok